Киевский районный суд. К зданию подвозят арестованных, среди которых Марина Ковтун. 48-летнюю гражданку Украины подозревают в организации терактов в Рокпабе Стена. 9 ноября минувшего года злоумышленники оставили пластиковую бомбу прямо на барной стойке. Ранения различной степени тяжести получили более десятка человек. В отношении Ковтун было открыто сразу несколько уголовных производств. Так, по данным СБУ и областной прокуратуры, с весны минувшего года женщина участвовала в пророссийских митингах. Вскоре на территории Российской Федерации подсудимая прошла агитационную подготовку, а после именно подрывную. Спустя несколько месяцев в октябре женщина стала членом террористической организации «Харьковские партизаны». У нее был обнаружен целый арсенал боевого оружия и боеприпасов. Более того, в облпрокуратуре говорят, именно Ковтун привезла взрывное устройство в ПАП. На данный момент мы можем говорить, что собрали достаточно объем доказательств, чтобы довести в суде, что Марина Ковтун организовала взрыв в ПАПе «Стена». Следствием доведено, что самая Марина Ковтун привезла до ПАП «Стена» взрывовый пристрій, активировала его та передала безпосередньому виконавцу взрыва. Уже в зале суда подозреваемая Марина Ковтун прячет свое лицо от видеокамер, никаких комментариев не дает и просит суд запретить журналистам вести видеозапись. Ее позиция заключается в следующем. Она опасается за жизнь своего сына, которому угрожали, поэтому просила суд не проводить видеосъемку, заседание с ее участием, а ограничиться исключительно аудиозаписью, которая проводится секретарем судебного заседания. Для Ковтун в виде содержания под стражей без возможности внесения залога еще на 60 суток. Сама же подозреваемая с заявленным ходатайством не согласилась. По поводу ареста считаю, что я не опасна. И, во-первых, дело сфабриковано и могу находиться дома под домашним арестом. Коллегия судей, посовещавшись, решила оставить Ковтун под стражей на 60 суток и назначила рассмотрение дела по сути на 20 августа. Инна Степанишина, Андрей Домовой, Агентство телевидения новости. Продолжение следует...